Всем привет, бандиты! И это пятый тур у нас турнира Christmas Cup, и мы решили, что у нас уже как бы без шансов куда-то проходить дальше. Как бы давайте поиграем интересными составами. Сегодня наш состав будет самый великовозрастный, который я смог, по крайней мере, выбрать. Я договорился с человеком, против которого я буду играть, что мы выбираем составы. Он самый молодой и крутой, а я самый возрастной тоже крутой выберу. Что у нас примерно одинаковый был рейтинг, вот. И прикол в том, что, как всегда, по всем дедлайнам и планам я сорвался, и я за последние 5 минут быстренько набросал состав. Вот, сейчас увидим его, и я вам расскажу интересные факты про игроков. Кстати, вот автор самого прикольного комментария. Да, вы его не видите, он опубликован в телеграм-канале. Он получает себе соточку, главное, напиши мне в телеге, и я тебе переду твой выигрыш. Схема у нас 4-4-1-1, такая же атака, как и была раньше. Самый молодой у нас игрок, ему 38 лет, это Джеймс Миллер. У него, в принципе, единственное, что лучше всего, это пасы, поэтому у нас играет ЦПшника. Второй по возрасту идет это Лука Модрич, 88-й. У нас все игроки вообще в ноль вкачаны. Лука Модрич у него, несмотря на то, что ему 38 лет, у него дриблинг 90, пасы 89. И, в принципе, достаточно хороший центровой игрок. Следующим идет у нас по возрасту этот СФДшник Уэйн Руни, 88-й, он у нас без скачки. Но, несмотря на то, что ему тоже 38 лет, пейс, бегает он достаточно быстро. В принципе, за пивасиком вам или за школьным дневником сбегать сможет. Также у него удары, конечно, 89-й, это очень хорошо. Следующий у нас по возрасту идет ему 38 лет, это Кришчану Рунальду Си, душа Вейру Сантуш. У него удары 88, по скорости, конечно, он уже проигрывает все-таки старичок. Рейтинг у него 86-й, тоже без скачки, вообще не успели никого вкачать. Тиаго Сильва, центральный защитник, 84-й, у него рейтинг. Ему уже 39 лет, бегать он не умеет, бить с поворотом тоже, но хорошо обороняется, 85-й у него. Следующий у нас Фрэнк Рибери, который когда-то играл за Баварию. Скорость у него 89, он у нас, конечно, уже на одну звездочку вкачанной. Скорость 89, удары 84, пасы 84, а вот дриблинг 93. Это, в принципе, для 40 лет достаточно хороший показатель. Потом идет центральный защитник ПП, игрок бывшего Реал Мадрида. Тут, несмотря на то, что ему уже очень много лет, 40, бегать-то он еще умеет, бить по воротам нет. Но вот обороняется 81 хорошо, это его главный показатель. На воротах потом у нас идет Чех, 89-й, так, он 88-й, ему 41 год. Но все показатели у него просто бешеные, понимаете? Прыжки 92, там, нырки, я не знаю, английский плохо перевожу, но на всех показателях, на рефлексах 93. Он просто мощный вратарь. Томаш Росицкий, 89-й у него рейтинг, он тоже у нас не вкачаный. Ему, кстати, уже целых 43 года. У него скорость достаточно хорошая, удары 81, пассы 87 и дриблинг 88. В защите он просто нульцевый, конечно, ну и потенциала уже нет, старичок все-таки. Но он на правом фланге у нас будет бегать и пытаться забивать, ну, навешивать, мы же навешивать будем, конечно же, и забивать мячи. Потом у нас идет с вами Йон Арнерис. Ему аж целых 43 года, не знаю, как по блату он попал нам на левую защиту. У него показатели, в принципе, вообще, я не знаю, как он к нам попал в команду. У него просто все по 80, просто, ну, чисто по блату залетел норвежец к нам в команду. Вот такие вот дела. И самый великовозрастный игрок нашего состава, это правый защитник 92-го рейтинга, вкачанный аж на 3 пункта. Это Джан-Лука Дзамброта. Рейтингом у нас он 92. Папейс 99, просто сумасшедший, 46-летний старичок со скоростью 99, защита 105. Просто у него все бешеные показатели. Наверное, самый лучший игрок нашего состава. И что ж, погнали, приступим к матчу. Скажу вам большое спасибо, что у нас уже с вами целых 8 тысяч человек на канале. Спасибо каждому из вас. Реально, спасибо, потому что вы меня мотивируете снимать видео, ребятки. Вот. Спасибо вам за каждый лайк, комментарий. Кстати, кто под этим видеороликом напишет лучший комментарий, тоже получит соточку. Ответ будет опубликован лучшего комментатора в телеграммальном канале. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. Тут как бы нам... Мы просто поиграем, посмотрим, насколько... У меня состав вообще не быстрый. У нас единственное, что правильно... Быстрый, это правый защитник. Смотрим его состав. У него... Так, у нас вот как раз наша схема. 89 у нас рейтинг. Просто не оно в качестве игрока. И у него... Что? Он вообще всех качал по максимуму. О, он Твенисиус с Сака. Мне кажется, нам пизда. Ну, ладно. Криштиану Роналду разыгрывает мяч на Уэйна Руне. Давно такого состава не было. Российский. Джеймс Миллер. Мне кажется, Руни и с Криштиану Роналду только играли, когда были в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, когда они были, тогда они были вместе. Замбротта, разыгрываем аут. Я не знаю, попытаемся с старичками нашими что-то сделать. Замброт по флангу самый быстрый наш игрок должен прорываться. Джеймс Миллер, давай. Криштиану Роналду, как в Реал Мадриде. Давай свои боевые годы. Но, к сожалению, у нас ничего не получается. Рис, Рису хорошо, как Рис сыграл. В поле, в принципе, вместе с Гречкой может хорошо играть. Турам. Опять мы пропускаем, и это наша глупая ошибка. И нам забивают гол. Красава. 93-й Сака. Просто у него вкачанный какой-то состав бешеный. Ладно. Тут как бы нам победа сильно не нужна. Мы играем на интерес, проверяем старичков, насколько сильные и хорошо они смогут сыграть. Вот такую ошибку мы из-за того, что сделали отбор двумя игроками. Мы упустили зонную защиту. Соответственно, наши игроки разбежались. Из-за этого мы пропустили такой гол. Ну, ладно. Тиаго Сильва, как в ПСЖ. Вратай, как хорошо Петер Чех. Петер Чех, как в Челсе. Свои боевые годы в Арсенале. И попробуем скидывать центр мяч на российского Руэйн Руни. И на Криштиану Роналду. Пробуем, пробуем за весушечку. Ах, не получается. Ну, но мяч у нас. Модрич. Модрич на Уэйна Руни. Да, Уэйн Руни, как Манчестер Юнайтед забивает гол на 29-й минуте. Старики медленно бегают. Мы по пасам пытаемся пройти, но у нас не получается дальше трех пасов что-то сделать. Ну, вот потому что реально, стрим, просто он на зонке нас растягивает. Вот эти удары. Рис. Рис допускает грубейшую ошибку. Перехватывает Биллингем. Биллингем, что? Что? Ну, на самом деле хорошо соперник играет. Но тут тоже нам как бы не на победу. Рис на Модрича. Пробуем атаку. Ладно. Конец первого тайма. Сейчас надо пытаться самим забивать. Насрать на что было не было. Мы рискуем всеми шансами. Как бы если победим, будет прикольно. Не победим, ну и ладно. Зато вот есть заготовочка на следующий матч, и вы ее увидите. Как мы будем против Алексея Санчеза играть. Так. Ордатурам его прорывается. Просто медленно. Он без скорости. Просто Венисиусом. Ну и пропускаем, да, конечно же. Такой же дебильный удар. Техваталку ставим. Все, играем по максимуму. Просто такой же второй тупой гол. Просто он бьет слабеньким ударом каким-то. Причем я знаю, как он бьет. Он бьет стопроцентно ударом в свайпу по экрану. Он не нажимает кнопку, потому что видно, что слабенький удар, а это в свайпу по экрану. Ну ладно. Всех в атаку. Все. Была не была. Рискуем всем, чем только можно. Пропустим еще 5-10. Ну и насрать. Главное, что Кристиану Рональду должен забить в этом матче, чтобы показать свою фирменную силу. И пас на ход. Кристиану Рональду. Это твой шанс. Твой шанс. Что? Что? Как ему везет? Как ему везет? Еще удар. Ах. Опять он прорывается по флангу. Ну, понимаешь? У нас тут даже скорости не хватит. Вот Модрич бегать не умеет. Мы убегаем вратарем. Насрать. Пропустим. Ну все, да. Эрлин Холлан забивает. Ну, тут без шансов. Тут я уже не знаю. Я не сильно. 3-1. Но тут не отыгрывается. Ну, профи. Пофиг. Всех так же в атаку. Бежим. Пробуем, чтобы Кристиану Рональду хотя бы забил один гол в этом матче. Надеюсь, он забьет в ворот соперника. Если не получится ворот соперника, забьем хотя бы в свои. Чтобы, ну, типа Кристиану Рональду забил гол. Но, к сожалению, не получилось. Кристиану Рональду. Душа верю встан. Туш Кристиану Рональду. И это удар. Иси. Не будет, к сожалению. Попал в мяч защитника. Ну все. Тут уже без шансов. Убегаем вратарем. Пропустим. Ну все. Давай впустите. Забивай, конечно же. Красавчик. Молодец. Молодец. Мне кажется, он потеет в этом матче. Мне вообще чисто насрать. Ну я чисто по приколу играю. Пропустим, не пропустим. Я уже не вижу потенциала в этом турнире. Ну, блядь. Старики бегать не умеют. Что поделать. Они только за пенсией могут бегать. Я не знаю, зачем еще. И по девчонкам в клубе. Все. Поэтому мы, в принципе, и проиграем. Ничего удивительного. Кристиану Рональду до сих пор держится на 82-м минуте на поле. Попытаемся, ну, хотя бы свои ворота забить. Реально. Давай, Криш. Соперника не получилось. Давай, сделаем счет 5-1. Может, ему это поможет. Он выйдет с первого места в группе. И Петер Чех, блядь. Что ты делаешь? Я понимаю, если бы Петер Чех. Ну, что ты делаешь? Вот ты так бы оборонялся, когда соперник атаковал. А против Криштиану это не надо. Мяч на Криштиану. Да почему у нас не получается? Ну, на Криштиану. Ладно, конец матча. 1-4. Криштиан Рональду даже не смог свои ворота забить мяч. Петер Чех почему-то резко начал обороняться. Хотя против соперника он так не оборонялся. Посмотрим, что у нас там по ударам вышло. Мне кажется, по ударам, в принципе... Да, по ударам, конечно, у него больше владение мячом. То есть, пасов, ладно, бог с ним. Вот такой вот у нас матч был тура. Ну, матч тура. Тур матча. Пятый тур у нас старички сыграли. Не знаю, как вам этот видос. Я играл не на победу, а на контент для вас. Чтобы вам понравилось. Вот так у нас Криштиану Рональду и остальные игроки великовозрастные сыграли. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Осир. Всем пока. Обнял-поднял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok